Степь и тундра, амфитеатр с прозрачной крышей и парящий мост. Все это появится в парке Зарядье у стен Кремля. Увидев стройку, не поверишь, что это будущий парк. Сейчас сооружают подземную часть с парковкой и филармонией. И строители буквально встраивают их в рельеф, чтобы потом накрыть зеленым ковром. Мы находимся на крыше будущей ледяной пещеры. Внутри этой прогулочной зоны круглый год будут поддерживать минусовую температуру. Зато покатую крышу накроют землей, уложат газон, высадят деревья и кустарники. По соседству вырастет здание филармонии с органом и сценой-трансформером. Пока смонтированы колонны на входе, козырек и въезд в подземную часть. Справа к филармонии примкнет открытый амфитеатр. Амфитеатр возле филармонии накроют вот такой вот стеклянной крышей с деревянными перемычками. Под ней не будет ограждающих конструкций. Единственная стена останется с восточной стороны, где стеклянная кора примыкает к филармонии. В парке будет четыре природных зоны – лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спустятся от Варварки к Москворецкой набережной. Поэтому в каждой зоне парка свой микроклимат. Его поддержат искусственно с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света. Пешеходную часть набережной расширят. Причал речных трамвайчиков будет ниже по течению. А в этом месте в небо взмоет легкий мост. Парящим его называют потому, что нависает над водой без опор. Будет он начинаться из парка, в месте примыкания парка к набережной. Там, где сейчас находится, ну и будет находиться церковь Зажатья Анны в углу. Он такой V-образной конструкцией. Двумя опорами он защемлен со стороны парка в грунт и будет выходить над рекой. И уже, собственно, основная смотровая площадка, откуда будет открываться самый интересный вид, она уже над водой располагается. Строители обещают, что именно отсюда откроется самый живописный вид на Кремль. В Заряде можно будет увидеть и древнюю московскую улицу, Великую. Она исчезла в ходе перестройки, когда в Заряде хотели построить Сталинскую высотку. А в итоге построили Россию, самую большую на тот момент гостиницу мира. Фундаменты России можно увидеть и сейчас. Они работают как подпорные стенки, чтобы не пополз грунт. Во второй половине лета мы приступим к ландшафтным работам. Все основные строительные работы до конца этого года будут завершены. На следующий год останется внутренняя отделка. Открытие планируют на сентябрь 2017-го. А для тех, кто сейчас хочет окунуться в атмосферу парка или вернуться в прошлое Заряде, работает информационный павильон. Он выглядит как стеклянный купол, а изнутри его покрывают таблички с QR-кодами. Считать информацию можно с помощью планшета, который получаешь при входе. Алена Терновая, Иван Крабков, СтройМосРол.